Лай, ла-лай, ла-лай, лай-лай, а вокруг тишина, взятая за основу. Анастасия Стацевят присоединилась к нам в прямой эфир. Настенька, здравствуйте. Шо вам не нравятся мои губы? Губы как губы. Да, я опять с вами. Настя, а что там происходит? Подписчики пишут, что ты все. О, Фидер Зейн, как говорится, не поминайте лихо. Вы там все в себе? Я смотрю, Ромашов меня закидал комплиментами. Походу, нет. Настя, спасибо тебе большое за комплимент. Что-то сегодня на острове день комплиментов. Видать, вторника все ждут. Да, дорогие мои подписчики, пока я еще сижу. Слава тебе, Господи. Дорогие мои подписчики, да, я крестная мама второй дочки Оли и Димы Дмитренко. Это факт. Я вам это заявляю. Настя. Настя будет сидеть на месте, пока ей мать родная не скажет, вали, Настя, кстати, от Седова. Сидеть. Нет, говорит, я вторника не хочу. А что это она? А что это ты не хочешь? Можно без меня во вторник? Нет, нельзя. Кто, если не ты? Ты, Настя, вызывай огонь на себя. Ты, барыша. Ты, барыша, вы все. Захарова вечно больная с этой спиной. Ромашов, как говорится, уже неинтересный мне. Захарьяш тоже пятнами пошел. Ну, в общем. Настя, притворись мертвой во вторник. За месяц из четырех шоу три мои. Это же успех, Настя. Три шоу о тебе. Кто крестный? У крестного нет. Я одна крестная мать. Достаточно. Зачем нам эти еще крестные? Хватит, я одна. Я вызываю огонь на себя. Я тоже скоро по воде пойду. Вплавь. Настя, скажи, пожалуйста, а что там Яночка Захарова? Отошла, пришла в себя. Скоро встаю одна. Настя, побей Никиту. Что-то у меня с телефона. Что происходит? Подписчики пишут. Настя, побей Никиту. Настя, зачем его бить? Она его и так всего избила уже. А вокруг тишина, взятая за основу. Секунду. Что-то какая-то вибрация пятнами пошла. Ла-лай, 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 ла-лай. Ла-лай, 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 ла-лай. Мне нужно, кстати, что-то сделала. Почему вы не посоветовали семье Рапунцель нормально одеться в храм? Началось. Вот на эту тему, я шучу, если что, не бей, беднягу. Настя, сколько можно? Мы три шоу одно и то же снимали, как ты тыбзишь барышева, бедолагу, и как он рыдает. Сил нет. Настенька, стацевят, с тобой здороваются мои любимые подписчики, мои. А что вы так поздно на работе? Я работаю 24 часа в сутки. Я теперь с работы уеду в пятницу ночью. Лёвушка ждёт, пока Татьяна Васильевна сделает ногти и тоже поедет. Последнее шоу я рыдала. Да, я помню. Последнее шоу мне Захарова начитала такое в телефоне. Я даже, кстати, не отвечала ничего. Пишут, Настя, ты просто огонь. Оставьте Олю Дмитренко в покое, она хорошая. Да. Я просто не считаю нужным комментировать всякую ерунду. Извините, пожалуйста. Настя, не рыдаем, всё будет окей. Настя, когда уже будет какая-нибудь история любви? Романтик, сумманифик. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Долго, думаю, ждать придётся. Так, ребята, что я хочу вам сказать по поводу цвета. Я не знаю, каким цветом красить мне ногти. И я не выпендриваюсь, я заявляю это вот честно и откровенно. Только недавно узнала, что вы с Татьяной родные сёстры. Классно, вы две красотки. Я думала, вы хорошие подруги. Спасибо вам огромное. Нет, мы реально две родные сестры. С такими подругами не будет у меня тут ничего. Настя, поэтому у меня и нет подруг, ты понимаешь? У меня нет подруг. У меня нет друзей и нет подруг. Я сам себе пиздатый друг. Ну, за исключением мамы и Тани. Наташа, прекращай. Нет, кстати, у Оли вторая дочка. Я бы не сказала, что она пончик. Мне показалось, что Василиса такая же была. Хотя, может быть, я и забыла. Таню люблю. Это ты нашей Тане сердечко передаёшь? А я как же? Меня вы можете не любить. Я не настаиваю. Вы все на меня злитесь всегда. Ненавидите, посылаете меня на три буквы. Ну, да ладно. У меня на это тоже иммунитет. Выработанный годами. Настя, я тоже тебя люблю. Спасибо тебе огромное. Сейчас после эфира выставлю тебя с Яворовским. Помнишь, в ТикТоке у меня видосики? У меня много видосиков в ТикТоке. Когда найдёте Насте парня, она такая классная. У Насти есть потрясающий парень. Между ними любовь. Поэтому вот так вот. Дорогие друзья, значит, смотрите, мы 16-го числа уезжаем в отпуск, отчаливаем, так сказать, с Татьяной и с мамой. Я вам буду показывать всё. Здравствуйте. Привет, привет, привет. Я вам буду показывать всё. Дочка Оли Рапунцель красивая, очень. И Василиса красивая, и вторая дочка очень красивая. Очень похожа на Олю. Очень похожа на Олю. Прям вот Оля вылитая. Дорогие друзья, я вам буду всё показывать, начиная с холла отеля, где мы будем жить, и заканчивая, ну, чем-то. Кстати, сегодня я Тане сказала, Таня, когда мы поедем отдыхать, пожалуйста, снимай меня, как я буду плавать в бассейне. Иван Барзиков, Барзиков офисиаль, это не его страничка. Фейк Барзикова присоединился к нам, извините, пожалуйста. Побольше видео, где я жирная. Хорошо. Мам Сиона, что это мы тикток не ведём? Чё-то он мне надоел, этот тикток, надо, кстати, заняться. Как у Черно Лялечка, прекрасно, тоже, кстати, похож на Сашу Черно. В Турцию поедете? Нет, Ирина Александровна, какая Турция? У меня же загранпаспорта нет. Нафига мне Турция? Рапунцели ваши протеже? Нет, они не мои протеже. Оля и Дима, это сами себе протеже, не переживайте. И про нас совсем забыли, это факт. Каюсь, стыдно, это факт. Забыла. Показывайте побольше морюшка. Хорошо, море вам буду показывать. Лежаки, шезлонги, песочек. Я, мои заплывы, там как-то, как там называются заплывы эти? Кролем, брасом, ну, в общем, всеми делами. Мы не летим на Сейшелы, дорогие друзья. Тот, кто со мной давно, тот знает. У меня нет загранпаспорта, и слава богу. Зачем он мне нужен? Что случилось у Пингвиновой, я не знаю. Я узнала новости от вас в первом эфире о том, что Иру... Давай, Настя, я люблю тебя, целую. На самолет опаздываешь. Давай, котик. Я узнала от вас... Спасибо большое. Я узнала от вас, что ее заклевали хейтеры и пожелали ей всяких гадостей. Да, у Насти сегодня вылет. Видите, она написала самолетик и полетела. Куда полетела, кстати, не знаю. Но куда-то долетит. Да, Оля молодец. Оля и Дима, они вообще хорошие родители. Слава богу, что у них родилась вторая малышка. Хотя я говорила, что будет мальчик. Ошиблась. Отпуск у меня будет две... У нас будет две недели с Таней. Ребята у нас уже, вот Слава заканчивает отпуск. Догуляет и все. Потом Левушка уйдет после нас. Но это не означает, что шоу не будет сниматься. Шоу так и будет снимать, продолжать без нас. Да, я дева. Да, я настоящая дева. Мамсион третьего малыша согласитесь крестить. А почему бы и нет? Спасибо большое. Ну, то, что я очень интересная, это вы перегибаете, конечно. Ну да ладно, мне приятно. Гриценко 1133. Что-то знакомое. Помнится, у нас такой участник был. Но, по-моему, ник у него был не такой. Скажите, пожалуйста, Стэц вернется на поляну. Ребят, как она может вернуться на поляну, если закрытые, хотела сказать, закрытые гостиницы, закрытые эти отели. Границы. Да, я простая. У Влада Кадони есть любимая женщина? Есть. Он об этом говорил в своем интервью. Я не крутая, ребята, я самая обычная. У вас реально интересная внешность, да? Спасибо большое. Я не замечала за собой такое. Дева Огонь. Правда, злопамятный факт. Наташа, вы так боялись уколов красоты. Еще пойдете? Пойду, конечно. Да, я боюсь этих уколов, как огня. Вы себе не представляете, как я это ненавижу. Ну, а что делать, куда деваться нужно? Нужно. Крестная мать проекта. Да нет, ребят, я не крестная мать проекта. Я крестная мама детей Оли и Димы. Татьяна, вы самая лучшая. Спасибо большое. Я просто привыкла, но я Наталья. Ну, да ничего страшного. Вы раньше Степашку озвучивали. Нет, не я. Нет, Татьяна моя младшая сестра. Я старшая. Старшая я. А что с Аленкой? Почему так плачет она? Когда плачет? Сейчас плачет? Опять плачет? Сколько можно? На работе так поздно? Да, я на работе теперь до пятницы вечера. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Ирина Александровна, вы готовы, моя рыбонька? Я готова. Отдыхаю я. Да не переживай. Ну, привет. Ирина Александровна, я рада вас приветствовать. У себя в прямом эфире. Как ваши дела? Как здоровье? У меня все супер. У меня все отлично. А-а-а. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, а куда вы пропали? Я пропала? Нет. Да, мы вам как-то позвонили, вы сказали, что вы заняты. Вон отседов. Я так не сказала, Аллюшка, мне... Ой, кто мне? Слава. Слава мне позвонила, я в это время у стоматолога с открытым ротиком сидела. Я сказала, Слава, позвони мне чуть позже. Он сказал, окей, и не позвонил. Любовь моя. Скажи, что я роскошная. Я люблю, когда ты это говоришь. Скажи, что я не роскошная. Она всегда роскошная. Всегда красивая, оборожительная, привлекательная. Я очень вас люблю. Спасибо, мой хороший. Вы как всегда на посту. Ладно. Короче, Наташа, я не могла просто наблюдать так долго, какая ты сегодня грустная. Что с тобой не так? Посмотри мне в глаза. Ну, что с тобой не так? Ну, почему ты грустная, Мась? Нет. Нормально? Ты себя расстроил? Нет, все нормально, Ирина Александровна, смотрите. Так, Сашка Попов там опять пишет мне, а когда ты открываешь рот, ты такая... Саш, хватит, прекращай. Значит, смотрите, Ирина Александровна, я немножечко сегодня подустала. Сегодня же я крестила Олину дочку. Да-да-да, я видела фотографию уже. Все хорошо? Да, все отлично, все замечательно. Я прошу на камеру, Мась. Не видеть, пожалуйста, простите. Слушай, я так соскучилась и не могу. Мы тоже, кстати, соскучились, но вы все время... У вас все время кабинет, да кабинет, как говорится, хотелось стать огород, да огород, ну ты ладно, помолчу. Ты видела, кстати, видео, которое я сегодня выложила, видела? Нет еще. Там такое видео, очень классное. Да, у вас, кстати, очень красивый сад, потрясающий. А я же вас приглашала, ты забыла? Я все помню, но, Ирина Александровна, мы же вечно в работе. Вот я сегодня заступила и уйду теперь в пятницу, только ночью. Ой, какой... Ой, какой фильтрик! Вот хороший фильтрик, это мой любимый. Да, это же ваш, да, фильтр? Это мой, и вот этот тоже мой. Очки эти тоже, кстати, клевые. Ну так что, Наташ, куда вы собираетесь в отпуск, расскажи. Значит, мы собираемся в отпуск. Мистраль-спа-отель. Как это сейчас модно говорить? Луха-речоль, Лев, Вилош? Да. Короче, не важно, пять звезд, Мистраль-спа-отель, где мы были в том году, потому что сейчас вот эта вот пандемия, и страшно куда-либо лететь. Мы же маму еще берем с собой, ну как обычно. В Подмосковье, что ли, где-то, или в Крым? Да, 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 это... Где... Где это, Лев, Вистра, в общем, где-то там. А, все, поняла. В общем, там такой роскошный отдых, там такой роскошный отель, больше ничего не нужно. Серьезно? Ну так что, тогда мне тоже туда подъехать, что ли? Приезжайте, конечно. Все, давай, короче, напиши мне потом, адресочки, я приеду. Обязательно. Мы туда заезжаем 16-го числа. Ну там можно на выходные это снять же, правильно? Я, кстати, не знаю, там все забито, но мы подсели, ничего страшного. Проблемы, что ли? Там реально очень хорошо, очень хорошо. Ну вот мне надо, надо будет приехать обязательно к вам. Обязательно, конечно. Вы же никуда не уезжаете? Нет, в ближайшее время точно нет. Правильно, никуда не надо ехать, потому что эти все города полыхают уже. Да-да-да-да-да. Не надо. Поэтому я приеду обязательно. Приезжайте, мы вас всегда рады видеть, всегда. Хоть меня тут у тебя в эфире не любят, а вообще каждый раз, когда я к тебе в эфир выхожу, меня прям не любят. Я не знаю, что случилось, чем я не угодила людям. Поверьте, меня тоже не любят. Мне вообще пофигу, что там пишут. Натосик, ну ты как, ты скажи, ты схуднула, Масечка моя? Нет, я не схуднула. Меч. А у меня, кстати, вчера, нет, да, сегодня, сегодня закончился очередной марафон. Ага. С отличными результатами. У меня там девушка одна, 173 килограмма была, за два марафона 20 килограмм, сейчас 153. Ну вот она у меня самый-самый, за все марафоны, это самый большой вес, я прям за неё переживаю. Ну ничего, потихоньку идём. А потом у вас, по-моему, следующий марафон в конце августа, да? 24-го, да, августа. Вот, я видела, как-то у вас, по-моему, в сторис написано. Я не схуднула, я как бы на... Когда я буду отдыхать. С твоей работой, мне кажется, тебе нереально диеты держать. Да, мне очень. Ты ночами не спишь, тебе, конечно, надо... Ну, ответственно, ночами я ем, днём я не ем. Но я худею, в общем, я вечно худею. Это знаете, как говорится, я же когда-то тамокритичная, это как говорится, я об этом только говорю, 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 ночь приходит, и я начинаю что делать? Тетенёстки. Тетенёстки. И ещё вот. Слушай, вот этого вообще перестанет, это не надо есть, Наташа. Всё. А ещё загустители, утвердители. Ой, ух ты. Понятно. А ещё, Ирина Александровна, вы же знаете мою вечную проблему. Вот. Вау. Всё. Яблоки лежат, но меня на них даже не встаёт, а вот на остальное всё встаёт, понимаете? Ну, Наташ, тебе надо тогда в отпуск было ко мне приезжать, я бы тебе тут быстренько схуднула. Да-да, вы бы мне устроили такую публичную порку, что я бы никуда не делась и по-любому не купила. На самом деле, да, вот у меня же Юра, мой муж, худел этот раз на моём марафоне. Минус шесть, двести, Наташа. Молодец. Да, ну, он просто за самоизоляцию, пока сидел дома, он десять килограмм набрал. А-а-а. Вот, и я чувствую, животик появляется, у меня всегда стройненький же был. Я ему так говорю, так, это что такое? Ты что за табурет на ножках? В итоге он, я приду к тебе на марафон, вот пришёл, выдержал все двадцать дней. Молодец, какой умница. Ну, здорово, это ещё сила воли должна быть хорошая. Да, они говорят. Я сегодня смотрела эфир, там, как это, Яна Шофеева отказалась от конкурса. Ага. Да, так жалко её. Сегодня заходила к ней в прямой эфир, рыдает, плачет прям. Яна? Да. Она вроде, ты знаешь, как, она вроде как уверенно говорит, говорит, потом начинает говорить и слёзы. Ну, её накрывает, конечно. Да, да, да. Она любит Захара, это безусловно. Но ей обидно, ей неприятно. Я её понимаю. Всем было бы обидно, конечно. У вас там, смотри, изменения Милена вернулась, да, на проект? Так похорошила, так похорошила она. Да, завтра эфирно она заходит на проект. Я думаю, они скоро помирятся, Захар и Яна. Я почему-то в этом уверена, потому что Захар тоже любит её, но у него такой характер дурацкий. Он не хочет признавать, что он, да, он виноват. Где-то он неправильно себя ведёт. Не хочет признавать это. Это странно. Но такая вот у него любовь своя. Слушай, а что там? Я слышала, что у вас Уманский расстался со своей девушкой беременной. Это реально так? Как такое возможно? Да, ну, Никита вёл прямой эфир по этому поводу. Потом он в сторисах об этом говорил. Он, как он сказал из его уст, что после того, как он сделал предложение Насте, Насте села на голову и ноги свесила. А, и он так решил её проучить. Бросил, да? Он не бросил. Они как-то на эмоциях обоюдно это друг другу высказали. Что типа, ну, знаете, когда два упертых барана не хотят друг другу наступать. Вот. Ну, значит, тогда расстаёмся. Ну, хорошо, значит, расстаёмся. Уверена, что каждый уже 155 раз пожалел об этом. Ну, не уверена, а точнее, знали уже это. Слушай, ну, понятно, как её зовут девушку? Настя. Настя, да. Ну, понятно, Настя, у неё гормоны беременные, да, она может там что-то такое сказать. Но он же не беременный, он же взрослый мужик. Но он же может как-то не эмоционировать в этом плане. Да нет, я бы не сказала, что у неё гормоны для такого короткого, маленького срока, там дело не в гормонах, там дело в отношении Насти к родителям, а именно к его маме. А, понятно. Я, короче, не в курсе, видимо. Да, вы по эфирам всё увидите. Просто ещё у Никиты же мама перенесла очень сложную операцию, она же онкобольная. В прошлом у неё была серьёзная история по этой болезни. Ему где-то обидно и неприятно, что Настя так остро реагирует на любое слово, которое говорит мама, ему обидно, это его мама, он имеет на это право. Ну, это да. Просто я, видимо, не всё знаю. Да, вы не особо... Каждый раз всегда реагируешь на то, что когда оставляют беременных, вот для меня это прям сразу реакция, ну как так, ну как вообще, такая любовь и тут вдруг. Но я думаю, они померятся на так. Да, это просто такая, знаете, а-ля первая крупная ссора за их отношения, поэтому это как... Да ещё и она в положении, поэтому такая реакция, ну как так, он её бросил. Да нет, они просто поругались, вот и всё. Ну ладно, тогда ладно, тогда всё будет хорошо. Да, дай бог, всё у них будет хорошо. Я надеюсь, они найдут общий знаменатель. И Настя, она девочка такая отходчивая тоже, она умеет извиняться, умеет признавать свои ошибки. Она достаточно здравая такая девчонка. Ну а Никита, он тоже быстро отходит и быстро-быстро всё забывает. На них приятно было, Наташа, смотреть. Такая пара, знаешь, мимими прям. Очень приятно. Да, они хорошие пары, очень смотрятся, да. Никита молодец, что вовремя взял себя в руки, перестал гулять, как это было раньше. И она его в оборот взяла. Слушай, а Алёнка всё? С концами, думаешь? Да. Да? Угу. Я думаю, с концами, конечно, Алёне тяжело сейчас. Алёна просто такой человек, она если любит, она любит до победы. Она прям вот до последней капли крови борется, любит, страдает. Сейчас мне очень тяжело. Она очень тяжело, конечно, перенесла это расставание с Максимом ещё. Он же вернулся на проект. Да, я в курсе. Вот. И ей вдвойне тяжело. Но ничего, я думаю, я надеюсь, что она справится. Должно просто пройти время, как обычно. Не зря говорят. Время – лучший доктор. Время лечит, да. Это так и есть. Время лечит. Вот. Остальное у нас как бы всё по-старому. Больше ничего. А, ну, кто ещё? Всё. Аня с Валерой скоро у них будет свадьба. Аня беременная. У Яббарова скоро свадьба. Слушай, а прямо у вас целый детский сад уже будет. Да, у нас свадьба. Я помню, когда-то давно, когда Маргарита моя должна была родить, и это было только ноу-хау для проекта, это был уже первый ребёнок на проекте. Да, да. Алексей Николаевич Михайловский вызвал нас тогда к себе и говорит, вот увидите, а скоро проект превратится в большой город. Это будет город целый, в котором будет детский сад, будет школа, будут родители, бабушки, дедушки. Это будет отдельное государство в государстве. И я такая думаю, неужели правда? Сейчас смотри, что творится. Беременных столько, свадьбы за свадьбой, дети рождаются. Уже семья теперь, если вернётся Алёна, то семья Дмитренко и Алёна, уже трое детей там будет в одной семье. Да вообще, конечно. Так что проект развивается. Интересно смотреть на это всё. Здорово. Конечно. Ещё бы на Сейшелах тоже семьи бы появились. Ну вот, дай бог, у нас уже одна семья там появилась, Русланов, Игорь, Ищеглова, Юля. Ну и так постепенно, постепенно. Ну Ира там беременная находится, да? Да, Ира с Чайковым, Димой. Я думаю, понемножку, потихоньку всё будет так же, как и на поляне. Понятно. Ну вот такие вот дела. Ой, ладно, Анатоличка, освобождаю тебя, а то говорят, чтобы я к Юрику в подвал шла. Он как раз меня ждёт. Ладно, Ирина Санна, была рада вас слышать. Заходите, приезжайте, мы всегда рады вас видеть, моя птичка. Я к вам приеду, куда вы поедете в отпуск, напиши мне адресочек, я подъеду к вам. Обязательно. Всё, до встречи, пока-пока. Пока-пока. Люди, кстати, вот, добрый вечер. Так, дорогие друзья, значит, когда подсоединяется кто-то в прямой эфир, да, читать сложно, потому что комментарии не идут, а останавливаются на одном месте. Покассики, покассики. У кого с нервной системой, как говорится, добрый вечерок, тому покассики. Лёвушка хочет к нам присоединиться. Да, Лёвушка? Что с потолком? У нас ремонт, ребята, ремонт. У нас в кабинете идёт ремонт. С кем Паша? Ирина Александровна, да, Ирина Александровна, очень хороший человек, это факт. Про Таню с Данией это правда, не знаю о чём вы. Вот Илья Саглиани у нас в прямом эфире к нам присоединился. Почему вы крёстная, Рапунцель? Странный вопрос. Потому что Оля и Дима решили, что я достойна быть крёстной. Поэтому я крёстная. Поздравляю вас с Кристинами, спасибо, мои поздравления, спасибо, Илья. А что вы ночью-то делаете на работе? Мы работаем ночью. Ну а сейчас я пойду делать ногти. Я жду, когда Таня освободится, и я пойду делать ногти. Это первое. Когда я пойду делать ногти, я буду с вами советоваться. Посоветуйте мне, кстати, сразу, каким цветом мне покрасить ногти. На ногах и на руках. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Лучше не надо, кстати. Я вообще хочу френч, но я как представлю, как это долго, меня сразу отбивает всё хотение. Мятный. Кстати, неплохо. Неплохо. Красный у меня вот, видите? Он мне уж так надоел, я этим красным. Нежно-розовый нет, нюд нет. Пипец страшный, я согласна, конечно. Да, я страшна. И это факт. Фиолетовый нет. Вот мятный, мятный. Бежевый нет. Никогда. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-ла, ла-лай-лай-лай-лай-ла. Кто-то наяривает. Так, берю за цвет мяты. Ой. Так вот и я говорю. Ирина Александровна, обязательно посмотрю в WhatsApp. Конечно, я вижу, что вы мне отправили фото. Непременно всё гляну. Цвет кофточки. Ну, ребятки, эту кофточку я надела сегодня на Кристины. И, как говорится, ещё неизвестно дальше, когда надену. Ну, когда поеду в отпуск, напендрю её в ресторан. Поэтому в цвет кофточки навряд ли. Лучше что-то, наверное, мята. Чёрный цвет, ну, зимой. Что-нибудь яркое, яркое, да, яркое. У меня на ногах сейчас очень яркий розовый цвет. Там маникюр и педикюр. А, поняла, благодарствую. Благодарствую. Я так люблю френч. Но френч так долго делать. Я, кстати, не высижу. Жёлтый нет. У меня был Тиффани, возможно. Жёлтый какой-то ещё там. В общем, столько оттенков. Лимонный. Затирку не люблю. Мне вот затирка, кстати, вот колхоз Казупиёс. Мне кажется, затирка была давным-давно в моде. Мята или тыква. 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 Тыква, кстати, неплохо. Кошачий глаз. Это чего ещё такое? Что это за цвет, кошачий глаз? Да, долго очень. Ещё раз скажите про колхоз. Я запишу. Значит, я всегда говорю, я же из Узбекистана. Чего показать? Я всё покажу вам. Ребят, подождите. Значит, смотрите, ещё у меня такая есть манечка. Я когда делаю педикюр, я педикюр сам не делаю. Я только говорю мастеру, вы мне ногти только сделайте. То есть, ну там всё это как положено. И покрытие. Всё остальное там, вот это вот чухрать, мухрать я это. Всё сама. Не надо, не парьтесь. Вот, как говорится, ногти мне перекрасьте. Там, покусайте, чё надо, вычистите и всё, и госведули. Большой привет. А остальное я сама, у меня тазик, я сажусь и начинаю хрясть, 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 хрясть. Так вот, по поводу колхоза. Я всегда говорю, колхоз козылпиёс. Козылпиёс – это по-узбекски. Молодой лук. По-моему, так переводится. Узбекистан, привет. Синий с белым. Синий с белым – это как? Как это понять? Синий с белым. Ктирка, салат. Наталья, выглядите шикарно. Илья, мне очень приятно. Спасибо вам большое. Вы видели, что творится в Белоруссии? Там ОМОН в людей стреляет. А, красный лук. Значит, красный лук. Козыл красный, да? Так, дорогие друзья, я буду заканчивать. В общем, я вас всех люблю. Целую, обнимаю. Пока. Погляжу, что там в Белоруссии. Меня это напрягает, кстати. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok